Проблемы и перспективы спортивной сферы в Анапе обсудили на расширенном планерном совещании, которое провел исполняющий обязанности главы курорта Василий Швец. Говорили и о стадионах. В списке перечисленных объектов, кроме стадиона, на спортивной улице закрался и стадион в субцехе, на улице Советская. Но если первый был представлен на совещании фотографии футбольного поля, то второй вывеской – стадион. Вот и получается, что вывеска есть, а стадиона нет. Однажды учительница средней школы села Субцех попросила старшеклассников написать сочинение на тему «Каким я хочу видеть будущее своего села». Так она и узнала, что все они, как и один, мечтают о современном стадионе с хорошим футбольным полем, где можно тренироваться и проводить спортивные соревнования. И вот хорошая новость для футболистов Субцеха пришла в 2018 году. На улице Советской началось долгожданное строительство социально важного объекта. Застройщик обещал, что стадион будет современным, с поливом, зрительскими трибунами, раздевалками, душевыми и прочим. То, что сейчас видите, происходит работа по вертикальной планировке грунтового основания. Здесь будет футбольное поле с искусственным покрытием. Покрытие будет стандарта FIFA, две звезды. Такое покрытие уложено на Академии Краснодар, футбольный клуб Тюмень, Саратове и в Оренбурге. На этих полях играют футбольные клубы премьер-лиги. Поле будет согласно стандартам FIFA и покрытия, и, соответственно, размеры поля. То есть поле будет 105 на 58 с зонами безопасности. Поле предусматривает систему дренажа, щебенчатые основания, ливневой водоотвод. Также будет освещение 200 люкс, которое позволяет провести тренировочный процесс. И ограждение сеткой, чтобы мяч не подъедал территорию поля. По основанию работы мы планируем завершить где-то 10-15 сентября. Затем произойдет поставка покрытия. И, надеюсь, где-то в ноябре, наверное, в ноябре мы должны увидеть это поле. Ну, плюс-минус по времени. Но в этом году, я думаю, будут здесь уже ребята бегать. Но почему-то вместо прекрасного поля спортсмены-субцеха увидели торговые павильоны. Получается, что строили-строили, а стадион не построили. Что здесь из стадиона вы видите? Кроме названия ничего. Что вы сделали для того, чтобы не допустить, чтобы это здесь появилось? Это объект и земельный участок, предназначенный для строительства спортивного стадиона. Лично берете на контроль, надо каждую неделю проводить. Выезжайте, собирайтесь. Начальник управления по физической культуре и спорту Игорь Викулов доложил, что в муниципалитете работает 10 детско-юношеских спортивных школ, в которых занимаются 10 522 человека. Культивируется 33 вида спорта, действуют три центра тестирования ГТО. Среди ближайших проектов строительство универсального спортивного зала в Субцехе и центра единоборств в городе на улице Станичной. Их ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году. В 2019 году запроектирован универсальный спортивный зал для школы Олимпийского резерва в селе Субцех и центра единоборств в городе Анапа по улице Станичной. Начало строительства этих двух объектов в 2020 год. Средства выделены и соглашения подписаны. Одна из острых проблем – низкая обеспеченность населения спортивными объектами. Это зависит от вашей настойчивости. Есть управление имущества, управление муниципального контроля, ну ладно, в меньшей степени, управление архитектурой. Создайте свою… Многие уличные спортивные площадки на территории Анапы сегодня требуют ремонта. Причем одни из них закреплены за управлением образования, а другие – за управлением по делам молодежи, третий – за ЖКХ. Исполняющий обязанности главы города поручил управлению имущественных отношений, сформировать полный перечень таких объектов и закрепить за управлением по физической культуре и спорту. Все, что касается уличных, спортивных, универсальных площадок, тренажеров, что бы там это ни касалось, Бигулов – это лично ваше подразделение. Еще одна задача – до 1 сентября 2021 года во всех школах, где есть спортивные залы, должен быть интегрирован проект «Самбо в школу». С 1 сентября 2021 года «Самбо в школы» должно быть реализовано и интегрировано во все наши муниципальные школы.